Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной видеообзор проекта «Научи хорошему» посвящен теме пропаганды алкоголя на российском телевидении. Ну и чтобы праздник прошел без неприятных последствий для здоровья, как известно, нужно знать меру за новогодним столом, Клим Санаткин выслушал несколько полезных советов. По их разборах, популярных фильмов и передач мы регулярно выявляем такой пункт, как пропаганда алкоголя. Стоит раскрыть его более подробно, так как сегодняшняя ситуация – это одно из главных направлений удара по русскому народу. Согласно глобальному докладу Всемирной организации здравоохранения о положении в области алкоголя и здоровья от 2014 года, потребление алкоголя на душу населения в России составляет более 15 литров в год. Наша страна по этому показателю занимает четвертое место в мире. Перед нами только Белоруссия, Молдавия, Литва, то есть страны бывшего социалистического лагеря. Если даже взять за основу официальные цифры, которые в таких случаях всегда занижаются, при таком уровне потребления алкоголя в обществе происходят следующие явления. Массовая деградация мужского населения, разрушение нравственного здоровья общества, ослабление генетического потенциала народа. Эти сухие формулировки лучше всего наполняют смыслом график взаимосвязи динамики потребления алкоголя и доли родившихся дефектных детей, созданные еще в советское время всемирно известным кардиохирургом Федором Угловым. Из этого графика следует, что каждая выпитая рюмка отражается на здоровье будущих поколений. Главный инструмент спаивания народа – это создание иллюзии о приемлемости и нормальности алкоголя. И этим сегодня активно занимаются российские СМИ. Как всегда, в лидерах Первый канал, который все предновогодние праздники программировал население на правильный отдых. Ну и чтобы праздник прошел без неприятных последствий для здоровья, как известно, нужно знать меру за новогодним столом. Клим Санаткин выслушал несколько полезных советов. Праздник к ним приходит. На чукотской кухне хозяин гуфтын все смешалось в новогоднем котле. Из традиционных напитков – клюквенный чай. У коренных жителей Севера отсутствуют ферменты, отвечающие за расщепление алкоголя. Дело в том, что у нас не принимает организм вот этот вот алкоголь. Утром, днем и вечером всегда у нас чай. Но у большинства россиян, в отличие от жителей холодного Севера, особые ферменты есть. С их помощью можно подготовить свой организм к долгому застолью. И у мужчин уже подкатывает, подкатывает на ремочку водки тихонечко деревню. Но это правильно. Он должен выпить немножко водки, чтобы стимулировать работу желудочно-тишечного тракта. Организм в новогоднюю ночь, как шейкер, получает хорошую стряску. Бармены выводят свой праздничный рецепт почти по Джеймсу Бонду – смешать, но не перебарщивать. Говорят, для коктейлей не важна последовательность и градус напитка. Если пить в небольших количествах коктейлей, то все обойдется хорошо. И выпить, и новогоднюю ночь не забыть. Задача не каждому под силу. Одна из причин в том, что застолье ночное. Мы-то бодрствуем, а наша пищеварительная система спит. Алкоголь в кровь попадает практически в чистом виде. Поэтому первый совет от нарколога – разбудить печень. Для этого нужно сделать так называемую алкогольную прививку. Выпивается алкоголь в количестве от 50 до 150, то есть кто как рекомендует. Вот, за 5 часов. Ну и наконец, о выборе спиртного. Лучше пить самый светлый напиток из тех, что есть на столе. Белое вино, а не красное. Водку, а не коньяк. И главное правило – дышать и двигаться. И о главном новогоднем напитке – шампанском. Считайте его просто символом и пейте символически. Подобные видеосюжеты перед Новым годом можно было встретить практически на всех телеканалах. Технология обмана простая. Человека ставят перед ложным выбором, предлагая выбрать из двух неправильных вариантов – пить умеренно или пить много. Правильный вариант – жить трезво, даже не рассматривается. Обратим внимание, что для подобной агитации активно используют технологию авторитетов, в роли которых в этом случае выступают так называемые врачи. Которые активно участвуют в детоксикации, так сказать, поддержании нашего организма. И чем больше аскорбинки будет на нашем столе, тем лучше, так сказать, будет наше состояние на следующий день. Само празднование Нового года на основных российских каналах, как всегда, было превращено в сплошную пьянку. Бокалы, рюмки и бутылки из кадра просто не исчезали. Это тоже программа поведения, рассчитанная на зрителей и в первую очередь на детей. Ведь многие из них все еще ведут трезвый образ жизни и не знают, как правильно встречать праздники. Что делать? Знаешь, в любой ситуации, когда тебе непонятно, что делать, надо пить вон, шампанское. Да я с удовольствием где же его взять, шампанское. А что вообще нужно для того, чтобы весело встретить Новый год? Не знаю, может быть... Может быть ящик паника? Не. Что, два ящика паника? Ну, мне нравится ход твоих мыслей. По традиции, Новый год в нашей стране начинается у всех одинаково. С бокала шампанского, с новогоднего... Они, молодежь, они что думают, телевидение так круто, телевидение так классно, у них там восстанки на просе и круглый год. Они ведь не знают, как мы устаем. Они не знают, как иногда тоскливо бывает. Я вот в такие моменты сажусь, наливаю себе рюмку чего-нибудь, музыку какую-нибудь. Пока телевидение активно приучает людей пить, многие чиновники заняты тем, что создают благоприятные условия для этого процесса. Продвигая, принимая законы, следствием которых станет рост потребления алкоголя. Хотя мы и так уже на четвертом месте в мире. Вот подборка новостей за последние пару месяцев. Обратите внимание, все законы принимаются якобы только в интересах блага народа. Снизить цену на водку надо, чтобы люди не травились суррогатами, чтобы бюджет не терял доходы из-за роста нелегального алкоголя. Рекламу разрешить, чтобы развивать перспективы виноделия в России и так далее. Вот только есть такая наука о трезвости, называется сабреология. Как в любой науке, в сабреологии есть свои законы. Например, такой. Изготовление и употребление алкогольных суррогатов прямо пропорционально употреблению обществом легального алкоголя. То есть говорить о том, что мы снизив цену на легальную водку, уменьшим оборот суррогатов, это не более чем примитивная псевдологическая уловка, рассчитанная на совсем разучившегося думать поверхностного потребителя. Вот еще один закон. Продажа алкоголя невыгодна для бюджета, так как убытки от последствий употребления алкоголя в несколько раз превышают доходы от налогов и акцизов с алкогольной индустрией торговли. В основе законов сабреологии лежит тот простой факт, что по всем своим физическим признакам алкоголь это сильнодействующий наркотик. И в гости СССР на этиловый спирт так и было написано. А почему вам этого не рассказывают по телевидению, ответит Герман Гряз. Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову. Средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Гитлер в 1942 году сформулировал основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории. В своей краткой директиве он написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак. К сожалению, следует признать, что российские СМИ и в первую очередь российское телевидение в точности выполняют заветы Гитлера. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему». До новых встреч!